Привет, друзья! Утро началось, идем в магазин. Ты сделала? Да, да, да. Всем удачи! Убожество, убожество, потому что... Итак, мы купили чайчик. У нас будет сейчас заварочка делать. Вот так вот все, идем дальше. Такие маленькие кастрелки. Вот, смотрим что-нибудь для дома, наверное. Такая хорошенькая. Ваша задача, дорогие друзья, оценить формат того, что мы снимать будем все подряд, подряд, все подряд, а то так и останешься. Это как в детстве ты коверкаешь лицо, и мама тебе так и останешься. У меня там у подруги жена друга, там сестра, у нее сын остался так навсегда. Это с трипода. Посмотрите, ребят, это с трипода было, а это вот с руки. Как лучше? Как вам больше нравится? Вот с трипода, в принципе, удобно даже. Мне нравится. Но мне кажется, больше захватывает за счет этого. Триподик скоро покажем. Я хочу сегодня снять выпуск про минимум для YouTube, что-то подобное. Типа, хочешь стартануть на YouTube, вот это, вот это, вот это тебе надо, и все получится, пацан. Ну или не пацан? Ты пацан или не пацан, Настя? Настя, ты пацан или не пацан? Пацан. Пацан. Значит, пацан. Какое нравится? Идут с едой, смотри. А есть? Тут просто клетка. А есть вот такое. Какое крутое, там француз, не француз там. Какое возьмем вам? Конечно. Она же у нас крутая. Классный халатик. Видишь? Людей-то цепляют халатики. Насть, надень тот же халатик. Подожди, Паша, у тебя бабушка. Давай метко возьмем и будем с тобой идти. Нет, из-за него битают. Даже нитро-дюрба сзади она нужна. Ребята, вот на такую штуковину мы снимали. Сейчас сфокусируемся. Это Джобби. Штучка классная очень. Там покажем. В этом обзоре, который я обещал. Их хотел еще показать вам обязательно детей. Вот это мальчик, а вот это девочка. Замерзли. Замерзли. Голодные, недовольные. Настя, недовольные вообще. Кушать хотел. Но есть один бонус. Сейчас будем смотреть. Купили мы дерьмо. Ну, под названием пицца. Пицца. Представляете? Вот пицца. Заморозка. Все там. Вот это вот солдарька, буркашки. Ну, в общем, покушать все там вкусно. Туда-сюда якобы. 70 рублей стоит. То есть, учитывая, что средняя цена нормальной пиццы подобного типа 200 рублей. 70 рублей. Это будет, наверное, что-то. Да? Но мы такие голодные, что... Да. Еще, еще, еще бонус. Еще бонус подобного типа лазанья. Тоже будем пробовать, друзья. Кстати, хотел сказать. Во-первых, у нас сейчас проблема возникла. Но для проблем у нас есть решение. Но не знаем еще какое. Вот. Суть. Вот это вот ноутбук. Вот это вот все. Да, видите? Да, понимаете? Вот это вот. Вот это вот. Это ноутбук. Вот. Ноутбук, к сожалению, отжил свое. Ему нужно отдыхать спокойненько. Вот. И ему нужна замена. Замена на что-то мощное, что будет делать видео быстро. Потому что этот ноутбук рендерит видео, ну вот влог типа, в течение 4 часов. Вот. Суть вопроса по поводу ноутбука. Нам нужен новый. Новая машина, которая будет рендерить видео быстро. Не в течение 3 часов, а в течение минут 20 и желательно. Максимум 40. Вот. К сожалению, качество видео увеличилось. К сожалению, качество видео увеличилось. Это звучит эпично, да? Вот. И нужна машина, которая будет обрабатывать быстро. Это вот ужас у нас на кухне. Настя, говорю, приберись. Сейчас будем снимать. Вот, прибрались. Я там еду просто выложила. О, пицца-то готова. Смотрите, это пицца. Там лазанья. Вот сейчас будем стоять. Вроде, кстати, внешне-то готово. Говнище, правда, какое-то, но... За 70 рублей, ребят. За 70 рублей. И пахнет говном. Не важно. Главное, что вкусно. Кстати, правда, выглядит неплохо для 70 рублей. Я думаю, вам видно. Вполне себе. Вот эти вот, правда, именно сыровые вот эти отложения. Это мы сами уже добавили сверху. Но... Но... Но в целом даже вот... Даже как будто жаром нет. Вот это вот все, это выглядит нормально. Итак, пицца за 70 рублей, дорогие друзья. Настя уже пробовала. Вкусненько, кстати. Слушайте, реально нормально. Нормально. 80 рублей. Дерьмо, конечно, еще то, но я иногда и за 400 ел не настолько вкусные. Вы готовы? Поехали. Вот она волшебная. Ожидание. Смотрите. Ожидание, да. Как она аппетитно. Смотрите. Ммм. И вот что на самом деле получилось. Реально. Какашка какая-то. Вот. 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 Чего пробовал кашку? Вот. У меня головка болит. Паша ко мне не идет. Я его зову. 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 Плохой. Я не могу без него уснуть. Хочу, чтобы он мне головку почесал. А он не идет. Говорит. Сейчас, сейчас, сейчас. Ничего не идет. Ребята, наругайте его, пожалуйста. Обещал вам показать, что для старта на YouTube вам нужно. Ну, точнее, я расскажу, что понадобилось нам. Именно в нашей ситуации. То есть, мы хотели снимать что-то беспалево, пранки какие-то. Также влоги снимать самим себя. Вот. И поэтому нами сначала была приобретена камера. Вот такая вот. Сейчас свет. Не включим свет. Но не суть важна. Для начала, грубо говоря, вот у нас был Canon 220 сейчас. Который мы снимали. Дальше мы решили проапгрейдить. Получить лучшее качество. Взяли S100. Тоже вполне себе хороший фотоаппаратик. Они сейчас остаются. Canon 100 мы будем продавать. Вкладываться в что-то другое. Так. Есть у нас еще петличный микрофон. Так. По ценам сразу, чтобы было понятно. Такой вариант бушный стоил порядка 2,5 тысяч рублей. Такой вариант новый порядка 8 тысяч рублей. Петличка стоила порядка 3 или 2 тысяч рублей. Роут. Вот. Потом мы приобрели еще триподик. Триподик Dexp. От фирмы Dexp. Говно полнейшее. Он весь уломается. Камеру ставишь. Он плохо держит. Там это срывается. Один раз было так, что с этого трипода у нас свалилась камера. Сломалась вот эта 100. Но нам ее по гарантии, слава богу, заменили. Вот эту вот шняшку мы заменили нормальным триподом. Сейчас я вам его покажу. Сейчас мы стали с него снимать видео. Та-дам. Вот такой вот триподик. Он даже держит сейчас. Камеры очень удобные. Також на тот. Абсолютно, да. Они внешне-то абсолютно одинаково выглядят. Но качество абсолютно другой уровень. Абсолютно много абсолютно. Это неправильно. Это если вам интересна такая тема, которая присобачивается хоть куда, хоть когда. Очень удобно. Прикольно. Вот. Ну и. Вот такой вот. Сейчас приобрели тоже. Штативчик. Недорогой. Фирмы. Бенро. Стоимость у него порядка двух. Семьсот, что ли. Ну почти три тысячи. У него хороший размер. То есть эти палки еще выдвигаются. Всего он встает до семидесяти, что ли сантиметров. Что в принципе самое то. Учитывая, что на челленджах мы вообще сидим-сидя. Ну летом будем что-нибудь снимать, да? На улице. Да. Брать с собой. Тоже мне кажется прикольно получится. Ну и хотелось бы сказать, что еще осталось. Так как мы вам обещали, что мы будем выходить в таких соц сетях, как перископ live. Ведь нам нужен, к сожалению, нормальный телефон. У нас телефоны маленечко глупенькие. Я надеюсь. И вот. То есть картинка примерно вот так. Я думаю видно, да? Уровень какой. Вообще вот. Вы сейчас напишите. Лагов и так далее. Но ничего ожидать от такого телефона в перископе не стоит. Так что придется менять для того, чтобы перископ выходить. Ну и для того, чтобы выходить в Твиче и вообще рендерить видео нормально, придется покупать новый компьютер. Я уже днем затрагиваю эту тему. Новый компьютер мы решили брать уже не ноутбук, а именно для рендера и для того, чтобы стримить, ребят. Мы будем стримить скоро вместе с вами тоже в лайве. Вот. Играть весело. У нас же молодежь в основном на канале. Все и поиграть любят. Вот поиграем. Так. И хотел, кстати, спросить вашего совета. Да, Настя? Да, Паша. У меня Настя любит разговаривать. Так вот. Хотел спросить вашего совета по поводу компьютера. Я вот сейчас собрал вот такой вот вариант. Сейчас, подождите. Это не то. Вот такой вот вариант. Процессор на i5 нового поколения. Материнская плата под него. Видеокарта GTX 950. Но я, возможно, возьму что-то попроще на первое время, чтобы сэкономить. Ну, блок питания, жесткий диск, понятно. Оперативная память тут стоит не та, которую я поставлю. Будет стоять одна плашка пока что на 8 гигабайт. А потом докупаться будет вторая. То есть, в принципе, вот совет по поводу вот этого. То есть, у меня здесь стоит как раз таки новый процессор i5 нового поколения. Уже DDR4 память. Материнская под них. То есть, просто ваше мнение посоветуйте. Может, что-то вы знаете, разбираетесь. Может быть, где-то знаете, где подешевле. По стоимости это как бы вот. Можете паузу поставить, все видно. По стоимости что-то вот подобное получается. Да. Ну, и я думаю, вы заметили то, что мы действительно стараемся, стараемся выходить на новый уровень. А именно, продвигаться в проекте Паша и Настя. И поэтому хотим от вас тоже отдачу увидеть. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Оставляйте. Будем с вами больше выходить в лайф. Больше общаться. Я вас люблю. Всемогущий. Скажи мне, откуда эти женщины берутся такие умные? Умные. Умные создания самые на земле. Умнее создания нет. Дельфин и ты. Больше никто. Кисто. Буду.